Всем привет, дорогие друзья! С вами EvilNo, и в этом видео расскажу вам о том, какие новости нас ждут на новой неделе в мире World Warcraft, и что были на прошлой. Но перед этим сходу, как всегда, таймовички! Таймовички! Это когда впервые сходил в барбершоп, и все зрители довольны. И это невероятное ощущение. Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21 по московскому времени. Оставьте свои комментарии, что вы думаете по данному поводу. Итак, ребятушки, открылся у нас наконец-то контент второй недели. Что это значит? Открылся Светилище Господства, Обычка Героик для прохождения, открылся Тайный Рынок Тазовеш, опять же по квестовой цепочке, которая тоже открылась у нас четвертая глава. В четвертой главе у нас возможность есть получить полеты и до 45 уровня известности на этой, ребятушки, недели, да? Мировой босс новый появился в утробе, тоже стоит туда сходить. Открылись эпохальные подземелья, то есть шмот будет падать до 10-го включительно, 229-й. И после 10-го все еще будет 229-й шмот, чтобы как будто бы там не нагриндели все. Но если закроете 15-й ключ, то очевидно, что правильно, будет 252-я шмотка в еженедельном сундучке, да? Который нас будет ждать уже 14-го числа, так что обязательно закройте. Если можете, соответственно, новый появился модификатор, Прайд исчез из нашей жизни, теперь нас ждут поиски аниме. Качественное количество аниме, ну, обязательно видео по поводу этих самых мивических возземельей, какая там аниме хорошая, какая нет. В целом тоже будет, ребятушки, так что обязательно не забывайте об этом. Значит, что у нас дальше? Торга с 10-го уровня стал, так что можно ходить. Ну и PvP рейтинг сезона открылись, так что вперед. Вперед, сбросили очки доблести, очки завоевания сбросились. Заняли свои капы, соответственно, так что все посещайте и будет все. Отлично, ребятушки. Итак, интересная новость. Гневион, который из Неолоты, первый босс, неожиданно начал использовать способности боссов из святилища господства. Видимо, что-то знает, вот, поэтому не знаю, кто ходил на Гневиона, но кто пришел, очень удивился тому, что его зажигали уши или способности святилища господства. Такой у нас вот Гневион, ребяточки. Такой у нас Гневион, но это еще не все. Как вы знаете, Blizzard Entertainment добавила уникальную штучку-дрючку, когда вы внутри Орибуса, рядом с великим хранилищем, можете понижать свой ключ. Ну, без вот этих вот странных, соответственно, заходов подземелья, запуска, обновления подземления, снижения ключа, да. Да, невероятным образом получилось так, что если снижать уровень и снижать, и снижать, например, он был, допустим, какой-то там 15-й, сделали его вторым, то, несмотря на то, что он второй, все модификаторы остаются на месте. То есть, как будто бы и не существует этих вот каких-то рамок модификаторов. Кто просто не знает, да, модификаторы, они не сразу все включаются, да, а чем больше уровень, в итоге, по-моему, после 10-го ключа все 4 модификатора работают. Вот, и все 4 модификатора работают на маленьких ключах. Так, отлично, Близзарды поработали, надо исправлять эту, ребяточки, ошибку. А тем временем, пока Близзарды исправляют ошибку, Рыцарь Смерти в Бладветке за 4 часа прошел 19-й чертоги покаяния. Казалось бы, а зачем у вас? А зачем? Ну, вот он их прошел. Молодец, справился со всеми, разжигалевушил как надо. Разжигалевушил как надо, поздравляем, Рыцаря Смерти. Молочаха. Добавили интересную механику непосредственно плавания для механогномов в 9.1. Теперь они как пропеллеры, руки у них крутятся сзади, аки-подводная лодка будет плавать под водой. И неважно, что вы за руки ему там выбрали для кастомизации, какие-то механические или обычные, и все равно будут крутиться как пропеллеры. Так что, пропеллерное братство, здравствуйте. Здравствуйте, ребяточки. Отличная новость, невероятная. Неожиданно подземелья Battle for Azeroth стали сложнее, чем подземелья Shadowlands. Ну, потому что, видимо, НЗОД все-таки не умер, и другие древние боги, видимо, либо этот НЗОД все еще апает каким-то образом там боссов, и они гораздо более сложные мобы всем. Так что, будьте аккуратны, если вдруг пойдете в подземелье Battle for Azeroth, такие дела у нас происходят, ребяточки, на этой неделе. Интересная новость заходит непосредственно из святилища господства. Светилища господства, ребяточки, и конкретно речь идет о камушках. Близзарды сказали, что, конечно, камушки мы классные запилили, да, но они будут улучшаться еще больше. То есть, чем выше у нас будут камни, непосредственно по рангу, кто не знает, их можно будет улучшать, опять же, через валюту специальную, которая будет получаться, убивая боссов святилища господства, их можно будет прокачивать, эти осколки господства, и, соответственно, прокачивающиеся осколки господства будут прокачивать и сетовый бонус этого самого святилища господства. То есть, если собрать, допустим, три из вот этих вот вариантов, да, то есть, там есть кровь, нечестивость, лед, вот, соответственно, если три из них собрать, они будут улучшены, этот бонус получится, и в этом комплектном бонусе он будет улучшаться. Пока это нигде не документировано, конкретно не говорят, что это будет чуть позже. Так что посмотрим, опять же, напоминаю, это будет работать везде, ну, точнее, рейдовый-то бонус этот не будет работать, да, комплектный, а вот сами камушки будут работать и в PvP, и в мификах, и везде, не только в рейде. Так что камушки все равно всем нужны, по идее, да, по идее всем нужны. И, скажем так, напоследок, такой сегодня коротенький, коротенький новостной видос получается. Напоследок, ребяточки, у нас интересная теория, заговоры пошли, ребяточки, в ход. Конкретно недавно появился в магазине вот этот вот новый сапфировый огнесвет за 6 месяцев подписочки, который летает Аки-Попугай, Аки-Птеродактиль, красиво взмывает воздух и имеет модельку примерно километровую, больше, чем Таурен. И даже не знаю, интересно, про ходы он залезает или нет. Так вот, что интересная у нас теория. Конкретно опытные инженеры данного дела заметили, ребяточки, что когда добавили сердце аспектов, соответственно, да, в 2011 году, это как будто бы намекало на Мистов Пандарию, да. Когда зачарованный волшебный дракончик появился в магазинчике, это намекало на Warlords of Draenor, который в итоге вышел, да. Когда появился Мистический Рунаклык, это прямо-таки 100% намекало на Легион и Сурамар, который там происходил, да, внутри этой ситуации. Когда появился Ганильватер, это очень подходило к событиям пиратского контента, который был в Battle for Azeroth, ну и к тому же там, учитывая, что везде были щупальца, это был намек также и на окончательные события Battle for Azeroth с этим Ганильватером. Потом нам добавили космического лиса и серверистского сноходца, которые, очевидно, в свою очередь, намекали на Орденвельт, да, в эти темные земли, потому что они же очень сильно к этому делу всему подходили. И вот загадочные люди загадочно предположили, что вот этот вот сапфировый огнесвет может быть связан как-то с новым дополнением, каким-то после Shadowlands, которое будет, какое-то такое массовое. Даже не могу представить, как может быть какой-то сапфировый огнесвет связан бы с каким-то дополнением. Если почитать описание этого самого сапфирового огнесвета, можно увидеть, ребяточки. Эти чудесные синие птицы сияют куда ярче и жарче, чем их оранжевые родственники. Откуда появились обе разновидности, остается загадкой, ребяточки. Стыл ночь, прогоняя прочь огненный ястреб, разревозает свод. Вещая птица в небе зарнится. Песню стихий во тьме поет, ребяточки. Что это значит, непонятно, но какие-то похожие намеки, то ли на стихии, то ли на, не знаю, на какие-то огненные, какой-то свет, куда ярче сияют. Может быть это намеки на какие-то там, я не знаю, противостояния света и тьмы. Вот эти вот нару, нас не забыли, вот эти вот чувачки. Вот, какие-то темные боги, может быть опять непонятно, куда ведет нас это дополнение. Но вы обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по данному поводу, на что это может быть очевидно намек. Потому что Близзарды, похоже, реально этими всякими маунтами намекают. Вот они, Близзарды. И как они говорили, мы там запланировали дополнений на там 20 лет вперед. Поэтому они все знают, да, они все знают. Но, видимо, в какой-то очень особой папке все хранят, которую никак никто не найдет. А то всякие там эти инсайдеры вечно все сливают. Было бы не очень классно, если бы инсайдер слил абсолютно весь контент, который нас ждет на протяжении 20 лет следующих. Очевидно, кто не знает, такая еще сходу сверху новость. Кто не знает, в Америке уже давно открыли серваки. Там уже давно победили Сильвану, да. И уже, конечно же, спойлерные всякие спойлеры на месте, да. Но я о них не буду говорить. Сами посмотрите, когда победите Сильвану, естественно, так что побеждайте Сильвану. Смотрите спойлеры. На мой взгляд, довольно интересное развитие событий нас ждет. В целом, прикольно посмотреть, чем вся эта папея закончится. Учитывая, что вроде как Тюремщик это финальный босс дополнения. Ну, знаете, Близзардов. Близзарды, они всегда так говорят. А потом неожиданно опа и ничего подобного. А иногда опа и все так. Как видите, этого дополнения не коснула судьба Warlords of Draenor. Почему-то очень многие считали, что Shadowlands это как будто бы конец. Как будто бы как Warlords of Draenor. Там типа недопильно, недоделано. Непонятно что, да. Хотя, ну, на мой взгляд, все довольно-таки неплохо. Очень интересно походить в мифики. Обязательно жду вас в мификах, ребяточки. Интересно, попытаемся собрать рейд там со стримом, если получится. Повайпаемся там, поприкалываемся. Ну, естественно, как всегда, ждите от меня гайды по новым маршрутам в мификах. Вообще по мификам еще разочек. По известности ждите от меня видосики. Ждите от меня видосики, как получить полетики, да. То есть, как проходить у нас Stargast. Там еще много чего. Ну, а примерно числа с 21-го ждите от меня ежедневные, скажем так, гайды. На каждый класс и специализацию, как я, собственно, и планировал делать. Да, то есть, когда уже откроется какая-то интересная штучка-дрючка, интересная информация, что там, кто, где Голливуджа Голливау делает. Поэтому будем наслаждаться, ребяточки. А я надеюсь, вам понравилось это видео и было полезно, ребяточки. Бак-бак-бак-бак-бак. Субтитры сделал DimaTorzok